В Муравленко начали выдавать сертификаты на переселение из районов Крайнего Севера по новой жилищной программе. В ней принимают участие жильцы аварийных домов. С начала года выплату получили уже 11 семей, на очереди ещё 31. Все получатели сертификатов по новой жилищной программе – это жильцы аварийных домов. Новое направление переселения из районов Крайнего Севера заработало лишь в этом году. И в течение месяца сертификаты на выплату уже получили 11 муравленковских семей. Алсу Мустафина пришла за документом своего отца, Ильдуса Ильгизовича, который проработал в боровой компании «Муравленко» много лет. Сейчас пенсионер планирует переехать в Свердловскую область. Месяца три назад, наверное, где-то узнала и сразу предложила папе и собрала документы. Мечта его сбылась. Елена и Владимир Чумаченко живут в «Муравленко» с 80-х годов. Он много лет проработал водителем, она в банке. Здесь выросли их дети. Сами супруги последние несколько лет живут в одной из деревяшек. Теперь хочется к теплу, говорят северяне, и планируют переехать в Крым. Несколько лет назад они стали участниками федеральной программы переселения из районов Крайнего Севера, но очередь продвигалась медленно. В своей очереди по новой программе они ждали всего пару месяцев. Узнала я совсем случайно, позвонила знакомая вообще с Крыма и говорит, ты знаешь, такая программа. Потом думаю, ну а что ждать 26-го года сноса, все-таки попробую. Мы собрали документы, отнесли в конце февраля. И вот совсем чуть-чуть времени и получили сертификат. Для участия в новой жилищной программе в «Муравленко» на сегодня заявились чуть больше 80 семей. 68 из них готовы переехать в другие регионы до конца года. Приоритеты – это семьи граждан, которые проживают в муниципальных образованиях, которые находятся в стадии реорганизации. Вторая – это категории граждан, относящиеся к категории инвалидов первой и второй группы. Это граждане пенсионеры по старости. И четвертая категория – это у нас граждане совершеннолетнего трудоспособного возраста. По условиям программы, выплату можно направить на покупку жилья в любом субъекте, за исключением Тюменской области. Сумма, указанная в сертификате, зависит от нескольких факторов. Это стаж проживания на территории районов Крайнего Севера. Это непосредственно состав семьи. Это основные критерии, которые определяют размер социальной выплаты. Инициатива запустить на Ямале региональную программу переселения в другие регионы принадлежит губернатору округа Дмитрию Артюхову и является дополнением к программе сотрудничества. Часто люди пишут, что спасибо за Тюмень, но у меня корень в Белгороде. Я хотел бы в Белгород приехать, не знаю, в Старопольский край. И начинаются порой какие-то вещи, что люди получают в Тюмени, начинают перепродавать, чтобы потом все-таки приехать в свой родной регион, где у него близкие люди. Ну, зачем мы это все создаем лишние сложности? До середины июня аналогичные сертификаты на переселение в Муравленко получат не менее 30 семей. При этом продолжается и заявочная кампания. Желающие переехать за пределы Севера в этом году могут подать заявку до 30 октября 2021 года. А на переселение в 2022 году нужно будет заявиться до 30 июня текущего года. Зульфия Фарвазова, Петр Князев. Новости. Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова